здравствуйте добро пожаловать в похудение для гурманов я доктор ирина колос и программа поддерживается сетью супермаркетов базар давайте сегодня приготовим закусочку такую теплую то что когда-то называлось промежуточным блюдом как я понимаю но это может быть и закуской тоже шримпы в томатном соусе и под сыром фета мы их приготовим сначала мы приготовим все здесь тут будет вариться и жарится и потом они будут запекать запекаться в духовке минут восемь давайте начнем с того что значит замаринуем шримп шримп креветки дело в том что здесь они уже готовы и поэтому нам не нужно тут очень много над ними трудиться добавить соль перец и лимонный сок конечно свежий лимончик всегда очень хорошо идет лимонный сок ну вроде половина лимона наверное может быть больше существуют какие-то особые лимона до вилки но что-то я их никак не освоила ничего такого вот и поставим их сторонку пусть они немножко приобретут напитаются вкусом просолятся проперчаться так следующим этапом будет помидоры мы их немножечко вскипятим для того чтобы снять шкурку вы знаете вот когда с помидоров снята шкурка это совершенно какой-то другой вкус приобретает соус безусловно когда вы едите их сырыми безусловно шкурку снимать не надо потому что это большое количество клетчатки в ней и витамины и совсем нам не нужно этого лишаться но когда речь идет о приготовлении вот это вот без шкурки как-то получается гораздо лучше то есть мы сейчас вода закипит и мы туда положим тем временем нам нужно порезать лук и чеснок ну вообще я надеюсь что вы любите шури и креветки и конечно их можно готовить вообще бесконечным каким-то количеством способов и на веб-сайте way destiny.com вы найдете несколько рецептов там есть креветки с макаронами со спагетти есть со спагетти сквош там креветки будут то есть вы там сможете найти довольно много рецептов почему почему хорошо их есть дело в том что они помогут вам похудеть они богаты это практически чистейший белок чистейший белок там нет насыщенных жиров и ой а значит вода наша кипит когда вода закипает кладем туда два помидора желательно вот эти плам сливовые помидоры они очень хорошо идут в готовку ничего не солить где-то мин секунд тридцать-сорок они будут готовы и мы это увидим я вам покажу как это должно быть выглядеть вот таким образом креветки снабжают вас набор значит белками совершенно необходимыми хорошими жирами ненасыщенными и в сочетании с вот овощами из сыром вот таким белым фета получается что вы в общем то получаете прекрасный в общем все все составляющие которые вам нужны при этом во вкусном блюде который еще помогает вам похудеть так что креветки это большое дело так это у нас готово я имею на готове мисочку с дом с холодной водой немножко со льдом для того чтобы вынуть помидоры потом сюда таким образом они будут легче очищаться ну и не буду таки горячий чтобы их резать и не обжечься ну вот на этом моменте прямо видно что они треснули такая шкурка треснула вот очень хорошо видно и видите вот этот вот пасек и на этом моменте нужно их переместить в холодную воду я снимаю эту кастрюльку с плиты и на ее место ставлю сковородочку вот что то у меня тут очень много воды и на ее место ставлю сковородку потому что сейчас мы будем обжаривать лук оливковом масле мы обжарим лук чуть позже добавим чеснок еще чуть позже вот эти креветки и укропчик что-то мне это масло тут на дороге ну вот после того как они помещены в холодную воду их легко можно вынуть не обжечься и сейчас будем очищать чистить и лук должен обжариться до такой золотистости как обычно делается в рецептах помидоры вообще помидоры разные но вот для приготовления еды в общем-то часто и повара такие солидные советуют брать вот такого вида помидоры в американе называются сли сли сливовые как бы безусловно подойдут какие-то и другие но вот эти действительно для приготовления еды они каким-то образом выигрывают поэтому если есть выбор то почему не взять те которые которые подойдут значит их надо бы вот смотрите видите то что они немножко поварились и стали мягче делает их как-то более пригодными для соуса что нам и нужно вообще конечно морские продукты это большое дело это всегда полезно и их можно сочетать со многими другими и именно с низкогликемическими углеводами что очень очень важно это не значит что мы лишены вот этой возможности есть углеводы вообще мы можем конечно же их есть и сочетать с теми которые помогут похудеть и помогут оставаться здоровыми предупредят повышение сахара в крови ну и триглицеридов вот помидорчики готовы но в связи с этим всей этой вирусной ситуации мы будем их готовить в индивидуальных формочках вообще это очень хорошая идея и очень хорошая находка каждый гость получает или каждый член семьи даже получает свою индивидуальную формочку и из нее есть без всякой опасности кого-то заразить или заразить или заразиться ну что делать приходится соответствовать идти в ногу со временем хотя на самом деле индивидуальные формочки всегда милые хороши любом случае вот когда лучок начинает золотиться это не очень еще показал отец я добавила чеснок помидоры обалденный запах этого чеснок помидоры очень вкусно пахнет не сомневаюсь что скором времени телевидение сможет передавать запах я сразу порежу укропчик очень такой свеженький корешками но корешки нам не нужны на этом этапе нужно добавить сухого белого вида я люблю шардоне использовать наверное любое сухое белое вино ну конечно сухое не смотря на то что у нас будет сыр фета и он конечно соленый не хочется пересолить блюдо но я чуть-чуть все таки посолю ой не так все как-то не получается чуть-чуть посолю и конечно поперчу помидоры любят перец все на этом мы закончим это соление перчения и дадим всему этому немножко потушиться чтобы все вкусы слились в один и получился вкусный соус на этом этапе мы добавим шрифт которые уже немножко тут замариновались если можно так сказать и укроп видите у нас не стоит задача это очень хорошо и долго варить потому что сейчас это пойдет в духовку еще на 10 минут поэтому достаточно вот немножко так припустить что называется и смешать эти компоненты до того как она уже пойдет все вместе тушится все достаточно ну вот на этом этапе все что идет внутрь формочек готова теперь перекладываем перекладываем внутрь и и и и и вот получилось такое количество очень нам подходящие теперь нужно посыпать его фетоф это всегда придает исключительно такой хороший вкус особенно вот так рыбный блюд ну всему в общем то но шримпан в том что в то в том числе вот такой чудесный сыр я сегодня получила базар west для нашего шоу и вот когда его открываешь тут получаются такие вот кубики квадратики очень очень симпатично прекрасная текстура просто вот одно удовольствие врезать такой он приятный такой не крошащийся ну их же много всяких бывает но вот мне честно говоря такой не крошащийся больше нравится вот нам нужен один кубик чтобы посыпать сверху это чудесное блюдо и вы знаете что пожалуй порежу еще немножко укропа как-то так что-то хочется зелененького не хватает чего-то немножко нам зелененького сюда для красоты ну и конечно у нас там есть внутри ну а что зелени много не бывает это это никогда не помешает нам так это можно убрать вот так а ну вот видите совсем как-то совсем другой вид получается как-то веселее так зелененьким укропчиком чем просто теперь это идет в духовку на 425 фаренгейта на 220 цельсия на 8-10 минут после восьми минут в духовке вы получаете вот такой прекрасный закусон можно сказать аппетайзер я хотел сказать поэтому меня сместилось вот такую закусочку теплую которую вот можно подавать между блюдами или даже как частично такой даже маленькая горячая вы найдете больше рецептов про шримп шримпы с макаронами креветки со спагетти сквош на weight destiny.com или acton tv.org полезное вкусное блюдо которое поможет вам похудеть всего хорошего будьте здоровы украинские субтитры подогнал «Симон»